Всем доброго времени суток, друзья мои, и зрителям у канала с вами Артур, но мы продолжаем играть в Medieval Kingdom 1220-й за Тевтонский орден на легенде Тотал Вуратила. Всем ещё раз представьтесь поудобнее, ну а мы продолжаем наше завоевание. В общем, война с Польшей идёт в самом разгаре. Ну как, мы ещё пока не сталкивались с их армиями, но поверьте, их много-много, очень много, там 5-6 стаков спокойно у них есть. Плюс ещё с ними воют монголы, это очень-таки здорово для меня. Сейчас они вырезали Пинск, то есть полностью уничтожили данное поселение. Ну и, собственно говоря, тем самым дали мне возможность немножечко отдышаться. Я не знаю, куда сейчас пойдут поляки, возможно, они обратно себе заберут поселение, тем самым остановятся, да, и потерпят, так скажем, подождут наступление на нас, надеясь на это. Ну а мы пока что идём из Гданьска к Познани. Ну и также это поселение быстро захватываем. Здесь, я думаю, автобоем отыграем, потому что гарнизоны здесь у поляков и у тефтонцевки. Поэтому, думаю, можно просто взять подсбалансированным и захватить данное поселение. Да, оккупируем, конечно же, оккупируем поселение. И войска, которые у нас стоят у Гданьска, взял новую армию, деревянные люди предлагают идеи, также для названия армии. Так, закидываем пока что армию в поселение. Так, ну и поздно давайте отремонтируем пастбище. Большие соляные копии. Давайте и небольшой город сам. Так, ну неплохо, в общем-то говоря. Отремонтировали. Теперь нужно здесь нам, даже не здесь, наверное, всё-таки в Вильне продолжить клепать войска. Здесь хотелось бы взять наёмников, честно говоря, татарских конолучников. Вот. И можно, в принципе, взять ещё побольше пехотинцев. Свободные братья меча в набор, пускай пока что идут. Так, ну и с поздно не потом будем выступать, наверное, к Кракову. Будем выступать медленно, наверное, нужно будет реально подтормаживать нам. То есть, возможно, стоит даже один отряд прусских конов отрядов распустить, хотя кавалерии так-то мало получится. Вот. И, ну, в принципе, нам пехоты хватает, если что-то тары есть, так что норм. Кавалерию мы, в принципе, разберём у них, если встретиться придётся, так что норм, думаю, всё будет. Хотя, если армия будет большая у врага, то будет очень плохо для нас. Многие сейчас у нас висят удушающие. Давайте, пусть, наверное, да, просто высоких, потому что, ну, у нас так общественный порядок не очень на самом-то деле. Так, ну так будет получше. Я боюсь, что они сейчас могут пойти и в Рио выйти. Не уверен, что у них здесь были войска в Пинске. Блин. Давайте рискуем, жмём ход. Да, конечно, традиция. Так, я извиняюсь, соседи у меня тут относятся, бесят уже. Так, 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 так. Так, верность правительства прокачаем. И давайте вкачаем снабжение армии на пополнение и на садитуемость содержания минус 8% для сухопутных войск. Здесь покажут 4%, но тоже неплохо. Так, ладно, жмём ход. Ух ты, литовцы стали грабить нас от 100 и на самом деле. Ну ладно, поляки, куда вы сейчас двинете? Блин, только не в Ригу. Только не в Ригу. Так, я их не видел, значит, они сейчас ходили не к нам, походу, да? Блин, вот если в Ригу придут, будет очень плохо на самом деле. Нужно опасаться этих ребят определённо, определённо. Так, государственное дело, тайные встречи, поданный Вильфрид. Ага, хорошо. Так. Агента бы на самом деле, но жалко у нас его нету. А нет, в статье есть агент. В смысле? У нас же... Пострелый двор. Чё, нет, что ли, здесь? Агента-цеградатая, что ли? Блин, отстой. Так, ну ладно, из Поза не выходим. Аккуратно. Аккуратно. Так, пока что сюда выйдем, к Даньску. А так, укрепление пока что. Так, здесь пока в Вильне сидим. Я не знаю, что делают поляки, куда они двигаются. Для них целая провидция рутения под их контролем. Плохо. И ещё венгерцы тут всё позахватывали. Я просто вообще в шоке. Венгры капец. Они тут Курск взяли. Рязань взяли. Блин, просто невероятно. Просто венгры прошли здесь по Славянам. О, это слишком жёстко на самом деле. Так, ну, надо продавливать как-то поюши сейчас. Давайте. Ладно, не проебаться момент. Войска покажутся в Гденске. Трогать их не буду. Вильне пока что, да, продолжим набор вести. Так, тут-то... О, всех наёмников скупил кто-то у нас здесь в провинции. Я так понимаю, это поляки, скорее всего. Блин, монголы, хоть бы вы повырезали поляков. Вообще прям буду благодарен вам. Прям пипец. Пока наёмников врать не буду. Возьмём, наверное, всё-таки сейчас... Сейчас, блин, ещё в ударный отряд взять один какой-нибудь, допустим, вас и мечников отряда. Так, ну, допустим, один. Хватит. Так, или на обычном марше выйти. Блин, а если сейчас выйду двумя-тремя стаками, будет очень плохо. Так, селезис стоит, хорошо. Так, нажмём ход. Блин, мне сейчас надо Кракову... Возьму Краков, сяду в оборону. Потом можно быть войсками из Вильны выступить. Если поляки, конечно, дадут нам возможность такую. Блин, Польша, что вы будете делать? Опять ничего не видел, да? Значит, монголами сражаются, хорошо. Блин, сражайтесь с монголами до последнего, чтобы я быстренько всё захватил. Будет очень хорошо, если так оно и будет. Вот, заодно и с монголами отношения... Лучше. Можно даже вступить в войну с кем-то, с кем боют монголы, ради того, чтобы с монголами договор заключить на нападение. И, в принципе, если получится оборонительный союз с монголами, то вообще будет кошерно. Вот. Война с монголами это опасная вещь. Это просто убийственно, на самом деле. Так, иначе сейчас поляки о себе и обратно не забрали. Хорошо. Здесь у нас чьи территории? Селезия. Стой. Ладно, идём. Кракову через... Я на самом деле боюсь. Опасно это очень сильно. Вообще опасно прям. Выступать так. В открытую. Можно сказать, ну, серьёзно в открытую. Берсёрки ужаса. Давайте ещё, наверное, каву возьмём. Свободные братья мяча. Так, в Даньске пока что воскапус сидят. Не трогаем их. Так, хотя можно ещё кого-нибудь клипануть. Допустим, пусть это будут свободные братья мяча. Так, кстати, у нас же здесь, в принципе, в Даньске пастбище перестраивается. Плюс сами пастбище есть, да? Пищи нам хватает. Можно не перестраивать, в принципе, это дело. Лучше перестроим на торговые причалы. Постройку. С богом. Я сейчас реально рискую всем, на самом-то деле. Идя в Курск. Просто без какой-то либо разведки у нас ни агента, ни хера нету. Так, агент. Тайная встреча. Верный сторонник заметил, что ваши враги начали встречаться в укропных местах. Не знаю, что вы можете обвинить. Это ненависть к вам. Хорошо. Выделись, ты сука. Встретимся с ними. Ибернульф. Перебежья к вам прибыл чужеземец, назвавшийся агентом вражеской державы. Он просил убежище и проложил взамен цены и государственные секреты. Был бы шагалей. Давайте дадим убежище. Шмем вход. Я довольно-таки добрый. Сегодня. А раньше тифтонцы были серыми. Так, Польша, 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 блядь. Фух. Что там поляки делают? Неужели их монголы реально режут там вовсю? Монголы, жгите их земли. Сжечь поляков. Курве. Отослать их, я не знаю, царство небесное. Срочно. Знаете, какое царство небесное им? Пусть надеются и верят. Княжество Киевское уничтожено. Значит, будем воскрешать их через Галич. Значит, будем их воскрешать. Ну что, идем в Краков. Краков пустой. Пустой, это очень хорошо. Я катаюсь с рот. Окупируем. Так, хорошо. Отлично. Сейчас с Киева или Байс Галичик нам в Байска выдвинуться. Так, сразу же пополнение пошло. Так, монастырь, это круто. Может быть, 10 тысяч голды, пипец. Но того стоит. Я ставлю монастырь, пожалуй. Краков пока что тоже перестраиваем. Ну вот, ремонтируем. Так, алчащие боя. Магистр наш, держи. Так. Численцы хронных войск. Хорошая вещь, кстати. Алчный командир конится. Командир пехоты вкачает, командир конится. Вот. Поляков не видно. Где ляхи тусуются? Вообще без понятия. Сейчас одно неправильное движение. Все жесть. Я сейчас дам возможность полякам сходить. Либо они двинутся к Кракову. Ну, как там вообще у монголов дела обстоят с поляками? И минус 106. У нас с нами. 19. Сивка. Это же... Это же лошадь. Имя лошади. Я угораю, я сижу. Ну, имя лошади из Kingdom Come Deliverance, который вам дают по заданию. Ей тоже зовут Сивка. Назвать девушку Сивка еще и из Монгольской Орды. О, довольно-таки странно. Так. Поляками пока не пахнет. Вообще здесь не стоит сейчас расслабляться. Потом тут и дело все нас захватывать. Это вообще будет тяжко, на самом деле. Ну, амбарды разрастаются, это совершенно нехило. Может быть, они начнут войну с венграми? Только я пока о них ничего не знаю. Что они там творят? Да, они на первом уровне Сивы. Да, сильная фракция. Ну, и ее захватим тоже. Так, пока у нас статус хреновый, трогать никого не буду. В плане договоров. Ни к чему это. Сами понимаете. Смысловок, время потеряем. Так, я смогу за один ход к Галичу подойти. Девайска, Польша. Так, здесь пока что беру налогообложение. Все равно ничего не дает нам. Так, губернатор. Визимар. Рутения. Эдикт. Так, и что у нас здесь такое? Захват, нестабильность, иммигранты, да? Да, понятно. Давайте сфот законов на рост возьмем. Так, губернатор. Ну, держи воина и строители. Губернаторы такие себе. И славян губернаторы то, что надо были. Прям вообще. Так, теперь меня интересует, что будут делать поляки сейчас. А они? А они? Давайте из Галича или в Вильню топите. Да нет же, их тут по-прежнему еще не видно. Неужели их там монголы носил вот во все щели, а? Хоть бы, хоть бы. Я так буду счастлив, честно. Там еще надо территорию держать каким-то образом. Потому что они как раз-таки под натиском монголов. Венграм вообще нормально. Интересно, с венграми монголы воюют или нет. Тогда можно было пойти на венгров напасть. И вместе с монголами идти и вырезать венгров. По-моему, крутая идея. Зачем мне воевать с Наварой? Я не понимаю. Тайные встречи. Контроль плюс 10%. Баланс сил. Хорошо. Ой, хорошо. Прям супер. Как много небрачных детей-то. Вы посмотрите. Хе-хе-хе-хе. Э, они хилы, они хилы. Молодцы. Хе-хе-хе. А кто им говорил, что им там брак, типа, нужно вести? Они же такие монахи. И что хотят, то и делают. Так, ну что, выступаем к Галичу. О, здесь есть армия небольшая. А у них не боевые потери. Тут и армия сграбили. Тупо поселение пустое. Могу освободить сейчас Великое Волынское княжество. Их что, слили, что ли? Не, Галич, наверное, оккупирую. Киев я отдам. Ну, вот. Галич перестраивать придется. Правда, вот. Ну, ничего. Нормально. Что, поляки, вы там еще не хотите мира, случайно? Не, нормально. Так, а монголы еще с кем вывезут? Это не вывезут с венграми, по примеру? Нет. Я, кстати, венгров спалил. Отношения у нас с ними не очень, мягко говоря. То есть, война еще и с ними будет. Вот с этим говном я стражаться вообще не хочу. Хотя у них так-то 11 поселение, 11 уровня силы. Странно. Да, этих тоже бьют сейчас вовсю. А, их ломбард ломает, я у вас понял. Надо, короче, тоже врываться. Карпатию забирать с богини. Прага. Ну, Прага при Наджирдании сейчас. Ну, как-никак, один хорян. А, рейх, прям. Германс. Скандинавцы, по сути. Так у нас с Польшей, как бы, отношения нормальные. Они так ухудшаются. Только начали ухудшаться. Из разорванной договора им не очень-то нравится, на самом деле. Ну, больше не нравится, чем просто то, что мы ходим и к земле завоевываем. Так, давайте рискнем, тогда из Вильны выйдем. Хотя зима, подождем, наверное, один ход. Вот, может быть, они захотят и выступят из Киева. Так, а Монголычу скажут, отношения улучшаются. Так, как-то медленно улучшаются. Неприязь культуры, Великая Держава. Как Великая Держава? Учет договора Скороставдания, конфликт религии. Ребят, я готов взять вашу сивку, блин. Загундириха выдать его. Она еще и шлюха, еще и стрёмная, бля. Похуй, я готов. Сука. Не хотят они кобылу свою давать. Отстой. 22 года, а уже такая стрёмная, пипец. Хотя хаза. Что-то пошло явно не так, оба-ты. Ух ты. Что это так? Что-то меня шведами пугали. Что это они разорвали договора со мной, я не понял. А войной решили, что ли, двинуться на Телгонский орден? А что, совсем, что ли? У меня там стоят войска в Гданьске. Конечно, маленькие, но все, уже войска. Мне сейчас еще Киеву. Если сейчас захватим Чернигов спокойно, то можно Киеву выйти. Но еще не факт, что мы дойдем. Дойдем. О, византийцы тусуются. Они что-то поселение захватили или еще? А, ну монголы сражайтесь, да, с удовольствием. Так, снова Пинск кто-то осел. Видать, эти поляхи снова Пинск забрали монголы, снова их выжгли. Не нравится монголам Пинск, определенно. Не нравится им это поселение. Жаль. Уничтожено. Прогресс общества. Казна плюс тысяча. Я вот что думаю, может быть попробовать как-то заслать моих почунов. Или, допустим, не знаю, Пинск забрать. Еще надо выйти сейчас Киеву. Попробовать. Если честно. Не надо к венграм ворваться еще. У них там такие земли вкусные. Ей-богу. Ого, да, поляков. У них еще одно поселение в Киеве осталось по итогу. У них как бы есть путь спокойный напрямую до Пинска, но они что-то дать монголам там нехило так сливают. Это меня очень радует. Общие религии объединяют, безусловно. Мне весь европейский мир, походу, не любят. Тевтонцы, уроды такие, думаю. У нас один хрен отношение с монголами улучшается. Походу будем воевать с ними. Я, короче, здесь освобожу черниковское княжество сейчас, а здесь, короче, освобожу я Киевскую Русь. Вот. Поляки. Я вижу венгров. Венгров ломают монголов. Что? Такое возможно. Кто-то монголов в бою на суши вынес. Ну, в лугах. Серьезно. С поляков мы так и не встретили, кст. Вот хорошо. Я определенно буду к венгровам врываться. Они тут, видите, тоже ломают и везун Тосов, и кого-то не ломают. Надо их ручно. Фотка наемников пошла. Так, Киев. Ну, так, блин, опасно выходить. Киеву так напрямую. Выйдем пока же сюда. Куда-нибудь. Блин, я не вижу, что там происходит. Так, на полпути идем. На полпути. Блин, не хватает мне зрения, дабы увидеть, что там происходит. Опять же, лишний раз в укрепление вставать не лучшая идея. Сами понимаете. Так, в Данске нужно войска клепать, начать. Зрочно. Здесь есть катапульта? Блин, отстой. Катапульта нету. Тут тоже, да. Так, ну выступаем. Чернигов. Ну, тут монголы бы захватили бы уже. Странно. Киев, мне кажется, тоже пустой. Я их не боюсь. Как же мне, господи, спасибо за войну с монголами. То, что поляки войны с монголами просто вообще идеально. Вообще прям топ. Не богу. Так. Что по постройкам в Киеве? Ничего же нет, да, у них там? Ну, хотя бы поселение перестроили. В Чернигове? Неизвестно. Неизвестно. Так, давайте по итогу, что мы можем видеть. Венгра воюют сейчас с ломбардами. Причем ломбарды их прям вообще вовсю давят. На западе. Вот. Плюс они еще воюют. Так, я Киев как бы отдам киевлянам. То есть, поняли, да? И Чернигов отдам Чернигову. Только, блин, он еще не слился. Походу, придется себе забирать. Отстой. Можно просто разорить. Попробовать дать возможность взять это поселение. Сейчас, если с венграми воевать, придется дойти. Я не хочу, блин. Это получится типичная компания за Русь. Только мы возьмем Русь. И будем брать уже за Тевтонский орден. Я так не очень хочу. У меня не было такого в планах, в целях. Так что. Не по пути мне военность с венграми, на самом деле. С кем мне нужно воевать, так это явно с... с кем-то типа Англии или Косландии. Может быть, реально собрать пару астаков и потом отправиться в поход на Англию, Британию. По-моему, идея прикольная. Вот. Нам еще нужно Балтику полностью объединить. Но это несложно. Так, ладно, ждем вход. Они сейчас нас про атакуют. Будет хорошо. Главное, что венгры войну не били раньше. Опа. Поляки сами просят мира. Так, а можно и не освобождать. Можно не освобождать. Знаете почему? Потому что уйдет много-много сил на это дело. Хотя нет, не стану я. Мир будет включать сейчас, пока что. Не, ребят, не вариант. Пока что не вариант. Ух, ебать, надо было заключать. Включать. С другой стороны, КВСХ все полностью... Избитые. Можно подступить? Нет, нельзя отступать, надо сразиться. Правда, у них... Ничего только нету, катапульты есть. Но в целом их очень много. Хотя... На тысячу юнитов больше. Пехота у них раздрочная вся. Лучники тоже. Кавалерия тоже почти вся раздрочная. Есть, конечно, отряды, которые более-менее укомплектованы. Но вообще, мемочи. Потому что нигде есть катапульты. Это очень плохо на самом деле. Но мне кажется, татары наши поработают на славу в этом бою. А еще у них будут, получается, мини-группы кавалерии, которые будут пипец маневренно работать. И будет еще много в бою. Что делать-то? Много в бой. И подождать. Нет, давайте в бой. Если сольем, ну, значит, не судьба. Я старался. Ну, в бой с песней. Ух, будет занятное сражение. Будет занятное сражение. Они будут сейчас со всех сторон топить. Надо будет разметать их. Ой, ёлки-палки. Будет еще прям. Экшоновый бой такой. Так. Давайте как в прошлых боях. Оставим наши войска тогда. В данной ситуации тут нужно приготовиться. Что-то на себе тоже не стоит, да? Нет, не делай. Надеюсь, вас не напрягает музыка из Ведьмака. По-моему, она очень успокаивает. Она энергична, достаточно. Вот. Мне с ней играть гораздо проще, чем без нее. У нас кавалерия нехилая. О, полкан. Ты даже, наверное, как он похож. Вы догадаетесь, друг мой. У нас кава, будь здоров, вообще. Ударки, аж целый. Три отряда плюс полкан. Еще найс. Это кавалерия ближнего боя, ну понятно. Еще татарь и лучники, которые у нас прям пипец дофига. Ох, сейчас поиграем, ребят. Ну, в бой. В бой. Блин, надеюсь, все силим. Сливать нельзя. Матч сделать. Брэд Татару, к примеру. Я не знаю, где они подкрепы, поэтому можно вывести отряды. Свои пока что. Пробовать. У них где-то есть подкрепление с катапультами. Пробовать их встретить, расстрелять. Пока они идут к нам. Они просто, в любом случае, за подкрепление вести к основным своим силам, чтобы объединиться и вырваться к нам. О, они выходят отсюда. Стыд, 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 стыд. Так, моя кава пошла. Так, наверное, отправим элиту. Сразу разберем. Там все-таки мечники в основном. Лукари, все дела. Еще, еще по красоте прям отыграем. Так, здесь резерв оставим. Татари сюда, фастом. А у них там и кавалерия тоже есть. Хорошо. Стоять. Лучшеньки, это опасно. Так, татари сюда. Так, ну рыцари ордена в бой. О, все, ударников перестреляем заодно. Хорош. А, нам хватит, в принципе, одного отряда кавалерии ближнего боя. Пацаны, в бой. Так, расстреляйте их. Ведь не хватает урона. Так, ладно, ударники пошли. Отлично, прямо сейчас фанк залетим. Чуть-то кавалерия прям хорошо держит у них. Пипец, у них боевые ду хорошие. Очень-таки я смотрю. Так, ударники прорвались, строй лучников. Все, врываемся. Так, ударники уходят. А это был полкан, что ли? Понятно, что он так долго держался. Так, уходим. Пошли наши ударники. Отлично. Сейчас маленькую часть разберем кавалерии. Так, рыцари отошли. Так, снова ворвались. Противник нашел нашу засаду. Нормально. Все путем. Кто-нибудь говорил, что просто их тут ломать. Благо у них боезапас небольшой. Ну, рыцарям вообще плевать, моим. Именно ордена, которые просто уничтожают все на своем пути. Давайте-ка сюда. Прорвались, ребят. Так. Основными силами пока не пахнет. Хорошо. Пока у границы. Дай вам карту. У нас в любом случае еще резервов немало. Хорошо. Хорошо. Так, отлично. Все, может уходить. Осталось только добить. Пока выключим стрельбу. У нас сейчас занять позицию, ребят. Они сейчас могут из лесу выйти. Надо будет их принять. А, у них отряды выходят отсюда. Хорошо. Значит, здесь точка подкрепления. Я вас понял. Тогда мне нужно отправить... Хотя нет, кавалерию больше прорвать не буду. Так. Рыцари, надеюсь, справятся с конными сержантами. Так, дайте я тогда, наверное, в ближний бой отправим сейчас татар наших. Пускай мечников разобьют. Рыцарям ордена помочь надо. Срочно. Так, лукари вышли. Так, пиктуру добивайте. Ударники в бой. Ну, дайте залп разочек. Пофиг вообще. Хотя не стоит. Не стоит. Так, еще кавалерия. Тут кавалерия слишком много выходит. Надо сейчас с ними разобираться. Разобираться срочно. Так, это кавалерия летит там, смотрю, к нашим основным силам, да? Так, а вон еще одна потреба вышла. Неплохо. Сейчас можно потребу, в принципе, поуничтожать. Только у нас безопасности не хватает. Так, кава выступила, прихватила. Блин, там у них сержанты хорошо прям держатся. Жесткие какие-то. Как наши рыцари ордена нации. Нормально. Хорош. Все, больше потребований здесь нету, да? Надеюсь. Все, дверем их. Дарим инстрию. Хотя, забрали немало. Вернее, мало. Если правильно выражаться. Так, сейчас пойдем вот эти вот строимечников ломать. Пробуем хотя бы. Не, кажется, нормально. Мне кажется, нормально. Все тип-топ. Достаточно пока что. Кава справляется. Еще отряды вышли, я смотрю. Сейчас мы тут просто числом заберем. И еще отряды, смотрите-ка. Тут вся их кава выходит, да? Сейчас мы эту каву разберем. Рыцари ордена, кавалерия ближнего боя, Польша. Что? Вообще. Разберем. Нету кавы в Польше, мы победили. Без кавы Польша сольет. У них, возможно, есть кава. Так, стоим бы. Так, татари все сюда вышли. Там мы кавалерия, думаю, справятся как-нибудь сама. Их основные войска потянулись, я вижу. Так, где-то нам рыцари ордена пока что. Нам еще нужна кавалерия ближнего боя. Обратно вернуть стоит срочно. Так, там морю кавалерия носится в них. Еще ударка вышла, блядь. Так, можно стрелу прорезать по готовности. Топим, 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 топим. Полкан отошел. Полкан отошел пока что. Так, кавалерия ближнего боя, Польша возвращается срочно. Тары держать строй. Держать сукин строй. Пока что эти ублюдков, конных, мечников погонять. Так, кавалерия на перехват пошла. Опа, и катапульта из тыла вышла. Как удачно, как удачно. Говорите, кайдут спасать ее. Хер вам там плавал. Ублюдки. Так, центр держится. Нормально все пока что. Так, крамсаем, крамсаем. Включили атаку. Стрелевую по готовности. Мечники в ближний бой. Блядь, я боюсь, что улетят. Как-то подлаг был сейчас. Там у нас оболечка отстреливает, но ничего, нормально. Подлагивает, что-то странно как-то прям. Так, ребят, карайте катапульты. Так, ладно, выходим. Юзаем тяжелый выстрел сейчас. Идем к прородскому полководцу. Так, кавалерия. На арбалетчиков. Так, здесь-то уходим. Пиктура выходит срочно. Тоже ускоряемся. Так, разобрали, нет. Так, рыцари ордена сюда срочно. Думаю, здесь нужно очень-таки срочно. Так, хорошо. Арбалетчиков перехватываем. Ученики, лучники. Ну, давайте, работайте, работайте. Наискосок. Рожь. По полководцу ебашим. Так, отлично, отлично, выходим. Так, полкан может выйти. Так, все возвращаются сюда срочно. Отходим. Отходим. Забейте хрен на этого полкована вражеского. У нас в центре проседает нехило. Я пробовал подсобить. Здесь у нас никого бегало, я точно помню. Она оборвалась хорошо. Я вас понял. Так, пацаны, пацаны. Полка, давите полководца. Ударники подтягиваются отлично. Сюда, сюда, срочно все. Так, выходим. Забираем их в стул, ребят. Фланги продавливаем. Стараемся хотя бы. В центре помочь нам срочно. Ууу, там еще войска вышли, я вижу. Так, ну ладно, полководца минусанули. Так, полкан пошел в бой. Ударники пошли в бой. Сейчас в центр оборвемся. Ух, там мясо-то сколько будет. Просто по красоте нарежу. Не зря бой развернул, не зря бой развернул. Так, все, полкан убили. Нет, ну ладно, короче, молодцы в любом случае. Все, кавалерия идет в ближний бой. Пошли чарджи. За Тевтонский орден. За магистра ордена. Карать поляков. Срочно. Всех. Убить. Ну, война побеждена. Ну, война выиграна, да, определенно. Побеждена война, как-то странно звучит. Так, у них остались еще резервы, как бы небольшие. Да кого здесь осталось-то? Так, ладно, мечники наши выступают вперед. Все на ускоренном марше. Быстро, 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 быстро. Лучники наши. Так, кавалерия наша. У тебя левый фланг, правый фланг, татарские лучники на левый фланг. Все. Так, и полкам пока в тыл. Давайте, ребят, отходим. Ай, блин, ладно, лучников добейте. А то мы сейчас залпаемся с ними. Лучники сержанта. Не торопятся вообще никак. Зачем торопиться? Интересно, дареньки. Проигнорирули мою кавалерию, странно. У меня кавалерия не справляется в ближнем бою. Стоять! Я не успел поражать! Ладно, у нас тут лучники работают хорошо. Там еще у них потреба подошла. Ну их еще много, да. Определенно. Надо идти врываться. Или снова подождем. Пускай ворвутся, и я там разберу их. Так, ну в принципе, там у них кавы мало. Можешь пробовать снова вот такой же техникой пробить их. Странно, звучит техника. Так, я вот ступаю пока что. Татары сюда выходим. Люди сломлены и пытаются спастись бегством. Нормально все, нормально. Пускай убегают, сучки. На корабле не осталось снарядов. Так, ну что, парни, в бой. Надо делать так, чтобы хотя бы пару отрядов этих вот ублюдков успели в тыл зайти. Блин, там еще коны-лучники вышли тут жлопа. Наличка, что творит? Так много отрядов, что я просто не успеваю на них реагировать. Нормально. Ну, кавалерия должна рвать, но там арбалетчиков, да хереща. Блять. Не подумай. Блять, пиздос. Проблема. Проблема. Небольшая образовалась. А здесь... Они уже и бегут с поля боя. Так держать строй, ублюдки. Татары не справляются так, странность. У меня они и полководцы драли в ближнем бою. Боюсь, придется один отряд кавалерии вернуть. Блин, это фланг. Это, так скажем, необходимость. Блин, боюсь выводить. Так, ладно, к лучникам. Попробуем сейчас центр пробить. Немножко хотя бы полководцем отграем. У нас там, потому что левый фланг сейчас падает. Ка, вот что тормозишь? Сейчас здесь ворвемся, нормально будет. Наши люди сломлены. Так, лукаи тоже сюда. Будете у нас с мясом чистовать. Так, полкан пошел. Так, прервойте полководцы своим телом. Так, ударники к лучникам срочно. Татары хоть немного задержали. Уже хорошо. Так, ладно, добро. Так, полкан выходит. Теперь сюда сейчас соберем. Да, они стреляют по нам. Да, это больно, но... Хер ли я сделаю сейчас пока что. Ни с такого стоит боец, это арбалетчиков. У них это херище. Так, включили режим перестрелки. Бегайте, носитесь от них. Так, ладно, пехота снова вам осилила. Показал, кто здесь батька. Люди сломлены и пытаются спастись бегством. Так, готовим пиктуру. Давайте добивайте их. Я тут, твою мать. Безумцы. Занять позиции. Так, ударники срочно отошли. Вышли с боя. Там арбалетчики у них. Лучники, пушечное мясо сюда быстро. Полка он отошел. Замкнут строй пока что. И главное, этим уродом в тылу не зайдешь. Попяток, кто долго бит и получилось. Прям целая часть этого получилась у нас. Так, они снова идут на левый фланг. Да вы издеваетесь. Она стреляла все фланги. В общем, плохо. Резерв излучников создаем здесь. Небольшой. Так, ударная кава. Приготовьтесь. Полтан тоже наготове. Блядь, не успеем, что ли, снущитов проведить? Ладно. Ворвались. Так, уходим вперед. Кавалерия. Да, блядь, кава, вы можете выйти из боя. Какого черта вы стражаете с кавалерией ближнего боя? Ладно, здесь мечники осилили, красавчики. Так, надо ворваться, завязать бой. С арбалетчиками. Так же и здесь. Наш корабль больше не может вести обстрел. Ну, что мы можем просрать, если мы сейчас этих арбалетчиков будем держать, ну, вдалеке от себя. Пацаны, выходим, ловим арб... Там еще кава вышла, вот это плохо. Так, резервы лучников, пускай нам тут это защищает все это дело. Там просто дихера конных лучников, это опасно. Выходим, 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 забираем. Так. Ударные отряды пошли. Выходим, выходим, выходим. Тоже проходим, проходим в порядке много. Гребаные татарские коны-лучники. Я за их всех слил, блин. Я забыл, что их тоже татары есть. Вот, один такой отряд может убить дыхерища. Ну, благо, 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 благо. Еще раз, благо. Их было, ну, просто мало. Если там было бы больше народа, было бы проблемно. Ну, ладно, добиваем всех этих лакарей, никчемных арбалетчиков. Гореть полякам в аду пока что. Караем их. Пипец-то, кто у них там, народ быстро бегает. Так, тишину создать. Хотя бы арбалетчиков подобивать. Ну, в принципе, у меня большая часть армии выжила, нормально, значит, все. Более-менее. Заканчиваем бой. Тяжелая, но все же, погода. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Бой был вообще прям великолепный. Великолепный. Киев освобождаем теперь. Так, обращаем в рабство всех этих супостатых. Отступайте от Киева. К черту воздушный, типа. Все, фу-фу-фу. У них так-то орды будут потом, по итогу. Поэтому надо бы сразу по столкому Киевскую освободим. Пойти в Пинск осесть. А еще Галич не защищен. Надо бы тоже войска перебросить срочно. Ну, по-середине тоже развить нужно. Ладно, вроде как неплохо прошли. Веселая часть получается. Очень веселая мне прям вкатывает. Прям вообще топ. Топ серия. Топ серия. Очень веселая такая энергичное движение. Пути там. Вообще нормально. Брачный ребенок. Сколько их здесь уже? Четыре. Завязывайте. Не смешно. Монголы помогают. Братки. Красавчики вообще. Мы и пацаны. Все. Киев пал. С разорения получу. Каких-то там тысячу. Кто там пишет? Так, ну освободим. Киевскую Русь. Киева сротвых. Теперь его кредо. Защищайте и оберегайте Тевтонский Орден. Ибо если он не будет чтить своего батьку. Тевтонский Орден придет, а где-то его. А вот боюсь. Придется взять, боюсь. Это не лучший выход на самом-то деле. Так, ну Киев мы, собственно говоря, взяли под контроль. Красавчики. Монголы нас теперь вообще ненавидят, наверное. Освобождена держава. Так, ладно. Теперь что мы делаем? Польша сейчас может, в принципе, двинуться к Галичу. Поэтому пока что свои войска на ускоренном матче выведут в Галич счет. Хотя эти ублюдки, возможно, захотят ворваться в Киев и забрать его. Так, давайте-ка погоняем их. Добить надо бы, блин. Но, походу, я смогу всех добить. Отстой. Они, видите, отступают. Но я могу догнать их здесь, в крайней мере. Смогу догнать. Если они не стали Ордой, то, может, потом станут. Блядь, догнать не смог. Ну, нет, смог. Все хорошо. Скал у них крутой с нормандским шлемом. Мне нравятся такие шлема. Кстати, я сейчас бегаю по территориям венгров, но я думаю, венграм все равно, да? У нас есть, по идее? Нет, потому что сезон у нас не очень хороший. Так, обратно на свои земли уйти не сможем, да? Ну и хер с ним. Не думаю, что не венгры после этого войну объявят. Это будет глупо, на самом деле. Так, ну, а в Галичи настало время. Может, нет? Надо, надо, надо. Надо, Алексей. Давай-ка в Галичи сейчас перестроимся. Полководца возьмем. Допустим, это Лериха. Садим его в Галич. Пускай он обор ведет. Можно в Бичей, потому что мы отправим его на экспансию. Почему бы и нет? Вот. И начнется Ото фон Керпин получать навыки. Давайте возьмем сейчас, наверное, Назирателя и землевладельца. Так, Чернигов под осадой. Катапульты, к сожалению, нету, чтобы это дело ускорить. Печально. Ну ладно. В принципе, неплохая такая серия получилась. Очень даже, очень дальше. Очень даже. А может быть, я не захотел стать моими марионетками? Сколько вы готовы дать мне за мир? Ну, значит, слив. А то у них, сука, союзников, прям пипец. Я в шоке. А вы что там с венграми, типа, за сос целуетесь? Вы, да, мне, вы что-то совсем... Вы что, ломбардов давите? Вы кто такие, что там ломбардов давите? Блин, мне бы... Я, наверное, потом пойду на Силезию. Вот. Нам еще пинск нужно отобрать. Добрать. Сейчас еще чернигов моим будет. Ой, ведьмонголы пишут уже не очень хорошо. Но они выйдут с венграми, может быть, и не забыто у нас подфейбать с венграми. Было бы очень хорошо. Поэтому я больше не хочу, как бы, ворваться дальше чернигова. Дольче с чернигов. Дольче с чернигов. Так, ладно. Тогда? Тогда все окей. Паримся. Берсерки ужаса. Чисто стак такой, который я клипанул там ради дефа. А не ради наступления. В итоге он у нас как под наступление пошел. Нормально. Индульф держит в берсерках. Нормально все. С одной орудии не присутствует. Хорошо. Сейчас тебе. Погнали. Ход. Нолчьи боя. Потери 8 вместо Белгород-Царматия. Берсерки ужаса. Да, хреново. Так. Куда поляки у нас ушли? Опа. Селегия. Селезия сама. Сами за... Этого. Пинск воскресили, да? Окей. И что, я думаю, что Польша-то уничтожена, если у них еще поселелилась. Как бы это странно звучит. Если я смогу Чернигов воскресить, я воскрешу Чернигов. С удовольствием. Нету Чернигова. Блин, он еще носится, значит, да. Блин. Ну ладно, оккупируем. Мне очень хотелось бы, на самом-то деле, починить Польшу. Они там будут с киевлянами воевать. Блин, что делать-то с вами? Разрушить территорию, пускай... Киевляне его за себя забирают. Я не хочу Чернигов объясню, потому что здесь... Монгола спаунится. Короче. Ща разорим. Чересход разрушен. Вот, это мое. А. Можно так сделать. Так, ну и ковляния можете забрать. Так, ну и бессмертка, пускай, отступают в Вильню, тогда сейчас... Давай, прогружайся. Ну, вскоре на марше, почему бы и нет. Так, и, собственно говоря, алчущие бои, пускай тоже, кажется, возвращаются в Галич. У нас проблемы с общественным порядком. Так. То ли тишина, то ли чё. Ноги у нас очень высокие. У нас здесь вообще нет на положение ажи. Поедуку. А надо, надо. Так, у нас здесь так-то нарост. Гончарное производство. Круто, на самом деле. Но общество, наверное, так у нас ни о чём. Пищи-то хватает, всё есть, как бы. 10 тысяч голды, монастырь, появятся рыцари крутые пешие. Самые лучшие рыцари у девтонцев. Отвечаю. Так, ну а в цик... Ну, всё же, всё-таки в целом... Торговый причал буду качать. Пока что набор продолжать делать в Галич. И тогда уж не какие-то бичей, да? А полноценный набор, хорошая пиктура. Значит, восстание будет. Туда свободные братья... Вернее, свободные братья. Чё сводный сказал? Так, а здесь пока что изучаем накопление усталости. 20% хорошая вещь, очень даже. Так, ну война с Польшей закончена. Истребили мы целую фракцию. Теперь надо взять Элезию, это будет довольно-таки просто. Кивля нам плевать, что никто монгола стоит грабит. Если вас сейчас сожгут, мне придётся снова вас воскрешать. Это не лучшая идея для меня. А надежность у нас всё ещё не поднялась, да? Так, на торговую хотя бы. Вы что, ребята? Как так? Венгры отношения на 71. Через пару ходов каких-то. Ну, вот там мы повоюем. А пока я готов немного пожить в мире. Восстанавливать наши территории, как-никак, но на пора. Ну, а там что будет? Быше что будет, вернее, да? Ну, ладно, ребят. Вот, собственно, как так прошла наша серия. Очень-таки забавно, эпично. Надеюсь, вам понравилось. Ну, увидимся завтра. Пойду, короче, что-то сплюсь. Ещё стрим впереди. До новых встреч. До завтра. Вы лучшие. Спасибо.